Добрый день, всем приветствую в студии Укралаев ТВ. Я Андрей Метлев и мой гость сегодня Андрей Золотарев. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. В такой футболочке сразу вспоминается 79-й год. Один кирпич в стене, вот The Wall, Pink Floyd. Почему, Андрей, почему вы так на Укралаев пришли сегодня? Ну, дело в том, что вот марш молотков, ну, по-моему, это из... Алана Парксона этого видео, да, которое не так сразу к нам попало. Да, вот вспоминается еще не только Pink Floyd, вспоминается Кинчев, его тоталитарный рэп, но Кинчев у нас теперь под запретом. Ну, Костя, это он как-то шел в какой-то, все же, православие в какой-то момент, да? Да, он за православие, но... Богоискательство, богоискательство. Альбом Шестой Лесничий, тоталитарный рэп, ну, вот... А какой-то годок-то был тоталитарный рэп? Это конец 80-х, конец 80-х. Многие из тех, кто сегодня прыгал на Майдане, они, как говорится, еще и в проекте не были, но дело в том, что все уже было, как сказал Слава Богу. А я помню, как на Майдан, вот тогда еще в площадях революции приезжали люди на Утилс Пампирис, да, еще когда Кормильцев писал, вот это скованное одной цепи, связанное одной целью и наоборот, и вот этот над красным рассветом розовый закат, как-то так было, да? А теперь уже заката не видно. К сожалению, в войне с прошлым мы немножко перегнули палку, потому что, похоже, просто в 91-м году мы приговорили свою страну к разделке на металлолом. Вот похоже, что так и произошло, поскольку, ну, когда мне рассказывают глупости про Украину, какая была колония империи, а, собственно, сегодня мы не являемся ли колонией другой евроимперии, ну, по большому счету с нами поступают как с колонией. Но я не найду в истории примеров, когда колонии оставляли бы ядерное оружие, оставляли бы крупнейшую группировку вооруженных сил, насчитывающую 700 тысяч человек, 14 мотострелковых, 4 воздушно-десантные дивизии, танковые дивизии, колоссальная мощь. Но все это было бездарно профукано, разбазарено, продано налево. Ну, фильм «Оружейный барон», он как раз, похоже, по мотиву, как там как раз украинская специфика присутствует, с Николасом Кейджем. Более чем на 30 миллиардов долларов разошлось от остатков советской военной мощи. Ну, сюда надо добавить атомные электростанции, 8 штук, 5000 промышленностей. Не все разошлись еще, не все. Работает 3. Ну, дай бог, чтобы они еще работали, но они уже подходят к исчерпанию своего ресурса. То есть, вот как то, что нам осталось от Советского Союза, мы благополучно доели, прихватизировали, растащили, профукали. И теперь, собственно, впереди у нас не очень оптимистичный сценарий. Тихая бедная жизнь аграрной сверхдержавы с техногенными катастрофами, тон-тон-макутами и хунвейбинами, такими парамилитарными формированиями и, собственно говоря, вымиранием населения. За год, даже если отнять цифры тех, кто уехал на заработки за рубеж, а это сотни тысяч ежегодно, то 200 тысяч – это разница между смертностью и рождаемостью. И, наверное, поэтому наши власть-придержащие не очень хотят провести перепись населения. По-моему, только с кем общался, из депутатов, только, по-моему, группа Ведроджиня, там озаботились этой проблемой, а остальные, как черт отладано. Потому что вскроется очень неприглядная правда, поскольку, если говорить о социальном геноциде, то это и есть натуральный социальный геноцид, когда в год мы теряем население областного центра. Разница между смертностью и рождаемостью, повторяю, а сколько уезжает на заработки, не видя здесь перспектив. И вот об этом вчера, по-моему, Вадим Рабинович говорил в эфире о том, что если судить по потреблению хлеба и муки, то здесь осталось 24 миллиона. Но это он несколько перегнул палку, все-таки осталось больше, но темпы депопуляции украинцев ужасающие. Но ведь, Андрей, не все же на хлебушке остались тут и сидят, да? И на воде, на водице сырое такое, да? Кое-кто и на пирожинах, и даже неплохо, судя по тому, как в городе Киеве тут пробочки стоят, когда-то на трамвае пробиваешься, когда-то на работу за 4 гривенки. Да, накануне февральской революции в Петрограде работал водопровод, был свет, работали рестораны, нельзя судить по столице и крупным городам. Это 20% населения, которое живет неплохо, хорошо, и очень хорошо, и великолепно. То есть, да, у нас есть украинцев, есть люди, которых можно с полным основанием назвать гражданами мира, которые могут сесть в свой личный бизнес-джет и улететь куда-нибудь на тропические острова. Но есть и те, кто живет в условиях, ну, таких, каких жили люди сто лет назад, без электричества, без газа. Есть и такие. Поэтому Украина по-прежнему остается сословной, феодальной страной и страной, где существует несколько укладов. Да, есть 21-й век, но есть и век 19-й. Да, есть блеск ночных клубов Киева, которые восхищают иностранцев, но и есть тьма одноэтажной Украины. Такая многоукладная социопатия. Вот мне интересно, Андрей, когда сказали, мне тоже эта мысль как-то всегда, ну, как-то развлекала, все эти вот 24-25 уже лет, да, 25, ну, четвертах такой, это серьезно, да, что вот мы там проедаем наследие, и вот вчера опять засунули же мне там в почтовый ящик, как-то они просовывают там какую-то рекламку. Я даже не скрываю самопомощи, чтобы прекратить этот геноцид мусорный там садовой. А на последней страничке, ну, кто-то газету уже цветную печатает, конечно, красивый этот вот сверх-лайнер, построенный, понятно, при Союзе, который перевозил еще там бураны, да? Ну, да. Мрия, Ируслан. Вот эти вещи меня откровенно бесят, поскольку, когда у нас наша власть, придержащая их идеологическая обслуга, проклинает совок, но при этом никто не хлопнул дверью квартиры, полученной их родителями при Советском Союзе, никто не прорвал свой диплом, полученный бесплатно, ну, и не, как говорится, когда надо показать, ну, мощь Украины, особенно на День независимости, здесь и стартующие ракеты производства Южмаша, и Мрию покажут обязательно, или Руслана, но что теперь с этим? Судя по всему, Южмаш, точно так же, как больше ракеты выпускать не будет, ну, элементарно, средний возраст работающих на Южмаше 55 лет, из 49 тысяч работавших на Южмаше в начале 90-х, осталось 9, ну, о чем говорит этот процесс? Или сколько самолетов построил АН? Какой-то последний там же долго строили, и уже есть собственные зачастения. Да, долго строили, но это никто ведь из нынешних умников не знает, что если бы АН сохранил, корпорация сохранила свою долю на рынке грузовых транспортных перевозок, авиационных перевозок, то поступления, валютные поступления от продажи самолетов были бы сопоставимы с выручкой от продажи продукции металлургии. Это треть мирового рынка, треть авиаперевозок в начале 90-х делалось самолетами под маркой АН. Ну, там же есть какой-то завод в России, который делает АН. Да, 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 безусловно. Куба заказала эти санкции. Но, в основном, вот этот трудяга АН-12, которому надо было на смену завыводить другую модель, тоже очень интересная история, когда при Кучме передали проектную документацию по АН-70 французам, ну, дескать, посмотрите, может быть, купите. Французы сказали спустя некоторое время спасибо, вернули документацию, спустя некоторое время появился аэробус, очень похожий на АН-70. Это хорошая смычка такая произошла. Хотя не обязательно, что они не занимались этим способом. Вот этот многострадальный самолет так и не увидел в серии, увы. Зато президент рассказывает про каких-то 60 предприятий, которые открывают предприятия по производству упаковки. Да, мэр города открывает уличный туалет, днепропетровский мэр или губернатор открывает спортзал. Ну, вот этот уровень. Недавно, чтобы, опять же, не быть голословным, в Астане состоялась выставка Экспо-2017. Где были совершенно сумасшедшие, потрясающие воображения павильоны новых, скажем так, стран, с новыми технологиями. Ну, украинский павильон, что там был представлен? Казак с щубом и электроплуг. Что-то серьезно, да? Да. Не дошли пока 200. От лучших в мире межконтинентальных баллистических ракет до электроплуга. Ну, где-то вот, скажем так, по насыщенности наш павильон был сопоставим с павильоном в Сомали. Я думаю, что неплохо было бы нам еще там выставить вот эти вот бесконечные, что там, косильщики лужа, когда вот с утра вот они тарахтят под окнами, они косят эти газуны. Там что же какие-то, наверное, модернизация происходит. Ну, чтобы подытожить, в 90-е годы у нас был шанс стать сборочным цехом мастерской Европы. Я прекрасно понимаю, что, конечно, за горизонтные станции слежения, радиолокационные станции, которые выпускал, допустим, ДМЗ, и такое количество ракет, которые на Западе называли Сатана, уже не были бы востребованы, нет Советского Союза, поскольку наш военно-промышленный комплекс был вписан в союзные кооперационные связи. Но использовать этот потенциал, использовать интеллект, человеческий капитал, который был сконцентрирован в Украине, и этот капитал до сих пор достаточно время от времени о себе напоминает. Та же WhatsApp, с которым мы с удовольствием пользуемся, Messenger, пожалуйста, украинцы участвовали в разработке. Одни из таких, украинцев, может, этнические или как-то они там... Нет, 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 как раз получившие образование в Днепропетровске, в Киеве. Да, 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 как раз. И самое страшное, что то, что нас засасывает в эту цивилизационную воронку, это даже не потеря промышленных предприятий. Предприятия можно возродить, можно построить новые, в новых сегментах. Мы теряем человеческий капитал. И вот это самое страшное. А нынешние власть придержащие, ну, увы, их социальная политика, она может быть оформлена одной только фразой. Социально-экономическая политика. Сильных в рабы, слабых в гробы. Если мы посмотрим на образовательную реформу, на медицинскую реформу, ну, по-моему, тут я не хочу выступать капитаном очевидности. Ну, а все, давайте развернем. Это замечательный тезис, как-то он так, не то чтобы режет слух, но хорошо бодрит. Сильных в рабы, слабых в гробы. Да, с сильными. Кто сегодня сильный? Вот кто сегодня реально может в этой власти, ну, чуть ли не противостоять? Сильных это имею в виду тех, кто способен физически трудиться. Ну, да, будут востребованы, естественно, услуги тех, кто должен будет, там, на полях, которые будут принадлежать транснациональным корпорациям, там, механизаторы, водители, охранники. Ну, об этом уже, по-моему, и Ляшко возопил, когда кричал о том, что украинцев превращают в сервисную нацию. Ну, опять же, он выступил здесь с капитаном очевидность, это просто процесс, если бы там при, в нулевые, как бы, Украина, так, мы видели плавность, то есть тенденции уже были тогда. Мы видели такое относительное плавное снижение, то последние три года мы перешли в крутой эпики. Ну, все-таки, Андрей, еще одна попытка, может, предпоследняя, вспомнить о тех временах, чтобы уяснить себе такую спекулятивную конструкцию, что не только там нет прогресса без регресса, но и во всяком регрессе тоже должен быть, ну, хотя бы элемент какого-то прогресса. Я думаю, что ясно, что там, проедая потенциал, почти все проели, все разваливается и прочее, но вот эта вот вписанность в международное разделение труда позволяла нам все 25 лет быть такой еще страной, ну, скажу так, осторожно паразитирующей на этом самом разделении труда мировом. За счет того, что у нас неплохо с природными ископаемыми, плюс горно-металлургический комплекс, нефтехимия, плюс транзитные возможности Украины. И вот, что с транзитными возможностями, ведь сегодня говорят, там, Северный поток-2, это нам страшно не нравится, но Россия тянет не только железнодорожную ветку во провод Украины, но и аммиакопровод. То есть, к 2020-25 году мы рискуем потерять и транзитный потенциал страны. Экология улучшится сразу же, да? Не, ну, дело в том, что где-нибудь на необитаемом острове может быть шикарная экология, но жить там тяжеловато будет, да. Скудно, бедно. Вот поэтому я говорю о том, что впереди нас ждет тихая и бедная жизнь аграрной сверхдержавы. Да, действительно, она способна прокормить вот в таком формате где-то от 20 до 30, не более миллионов украинцев. Но все же вот это такое, не то чтобы штамп жупил, такая мифологема из недалекого будущего, я даже не спорю, но любопытно посмотреть, как же вот на новом основании, когда все это было по-хитрому там приватизировано, как писали тогда, перестроечку, прихватизировано, да, какими-то людьми, которые сейчас называются олигархами, их как-то вроде в Украине не так много, всех мы их знаем чуть ли не по именам, по фамилиям, ну, кого-то не знаем, конечно, есть там засекреченные люди, президент наш сам человек не бедный даже очень, и как-то его бизнес неплохо движется. Насколько вот вы думаете, что на этом новом основании, когда все же они там в офшор отгоняют, ну, что-то же инвестируют и в свое производство, модернизацию и прочее, возможно, вот то, что называется, ну, существование Украины не только как аграрно-сверхдержава, но и как такого государства там со всей этой субъектностью, участниками международных отношений какие-то? Не, ну, для того, чтобы это случилось, во-первых, есть ряд проблем. Это глубокая местечковость нашей политической элиты. Потому что раньше она была маргинальна по отношению к России, теперь она точно так же маргинальна по отношению к Западу. То есть она не живет, исходя из, то есть она постоянно стремится примкнуть к кому-то сильному. Ну, безусловно, Кучма выглядит здесь гигантом дипломатии с его многовекторностью, ну, поступая в рамках народной мудрости, то, что разумно ты ля двух телок, сосе. Ну, как бы, Леонид Данилович оставил страну в более-менее приличном состоянии, если брать то, что он принял в 94-м году и то, что он оставил, ну, надо отдать ему должное. Все-таки ситуация в стране была куда получше, и уровень жизни реально вырос. Но при нем произошел первый, извините, деревянный раздел. Да, вот именно он для того, чтобы запустить экономику, он впустил у нее олигархов и дал возможность создания вот этих, привел страну к ситуации олигархизации политики. Ну, начиная с родственников. Когда в одних и тех же руках сконцентрировались не только заводы, но и газеты, телеканалы, финансовая власть и... Банки, правда, тоже непосредственно очень. Да, и пагубные плоды этой политики мы пожали вот в последнее десятилетие. То есть это действительно то, что Кучме может быть вменено вину, то есть есть его заслуги в том, что он сумел оживить, перезапустить экономику в новых условиях, но это была его крупнейшая стратегическая ошибка, то, что он не выставил рамки, те флажки, за которые олигархи не должны были заходить. Так как кто в постсоветских-то республиках, точнее уже в странах, выставил флажки? Все же пошли по пути нормальному, наклонному куда-то в пике. Ну, смотрите, Россия, Казахстан, Беларусь. То есть вот Россия при Ельцине, Россия при Путине. Ну, ладно, да, в России все понятно, там колоссальные нефтегазовые возможности. Не все понятно, то, что там олигархов хватает поболее, чем у нас, и тоже какая-то политика такая, и внешняя, и внутренняя в основном. Но в их пользу олигархи играют по правилам, да, вынуждены играть по правилам. Те, кто не согласился с правилами, ну, мы видели судьбу Ходорковского, который решил взять еще и политическую власть, ну, помним, в начале нулевых он финансировал всех, и начиная от коммунистов, и заканчивая там либералами. Ну, мы еще Березовского помним, там тоже конец понятен, да, какой человек? Да, ну, чем все закончилось, по-моему, хорошо, известно и понятно. Беларусь. Почему? Беларусь, я прекрасно помню, был в Беларуси именно в середине 80-х годов. Живлось там намного беднее, чем в Украине. Чем даже сейчас, да? Чем в Украине. Намного беднее жилось в Казахстане. Но почему-то сегодня жить там все-таки так раза в полтора, в два, ну, люди живут в куда более лучших условиях, нежели в Украине. Вы в Казахстан летали на это экспо или просто не так давно давно? Нет, ну, давно, я давно давно. Но уже тогда было видно, что Казахстан пошел вперед. А мы от того уровня, мы единственная республика, которая так, при Януковиче, по-моему, 83% от того, что ВВП, который мы давали в 91-м году. Мы так и даже не достигли уровня, который был до развала Союза. А сейчас ситуация еще хуже. Андрей, а у нас не встречает, что и Казахстан, если не знаем, на разорбай, не говоря уже о других республиках, там, вот, среднеазиатских, скажем, да? Ну, то, что вот попахивает немножко это культом и культиком. Ну, и с Путиным такая же история. А у нас в этом смысле очень демократично все выглядит. Специфика, да. Специфика, да. С вами. Дело в том, что, ну, ну, не очень громко, правда, но. Специфика россиян все-таки сакрализация власти. Специфика поведения, да. Власть выбирают, чтобы ей поклоняться, да. Но у нас власть для чего? Для того, чтобы над властью глумиться, досмехаться. Но это не мешает ей? Да. Все равно пользоваться нами, иметь нас, и еще как? В плане, зато в плане выжимания карманов сограждан, ну, конечно, нашу власть придержащие пошли куда дальше. Да, да, подглумление, под шумок, оно как-то так вот. Естественно, да, ну, знаете как, для, собственно, это вещи вторичные. Для украинской политической элиты, как бы, власть, прежде всего, инструмент приумножения и накопления капиталов. В Украине власть это бизнес с тысячепроцентной рентабельностью. Вот. Это второе ключевое условие, почему у нас, ну, мы не можем встать с колен, мы не можем ввести, действительно, такую политику, которая была бы в интересах, действительно, Украины. Поскольку, когда себя патриотами называют те люди, которые грабят и гнобят страну, ну, простите, это не патриоты, это мародеры. Особенно, если в тех условиях того конфликта, который мы имеем сегодня в стране, продолжающихся таких вялотекущих боевых действий на Востоке, это мародеры. Ну, как вы сказали насчет тысячепроцентной рентабельности, сразу почему-то вспомнил вдруг об Азербайджане, ну, при всем уважении к народу и так далее, той страны, насколько вот семействность, клановость во власти вот этих постсоветских республик и других, опять же, отличается от того, что в Украине происходит. У нас вот так явно же нет семейственности, или тоже она присутствует. Акумовство, акумовство, и, извините, ну, у нас оно все в таких, немножко более... Больше, да, европейского мозга такого, больше демократических форм, но, тем не менее, суть от этого не меняется. Скажите, пожалуйста, у нас, допустим, если совершит ДТП полковник СБУ или там простой работяр... Ну, помню, я Мельчин как и совершал, со смертельным исходом... Да, будут ли его одинаковые, элементарно, вот когда у нас снова раздувают вот эту тему депутатской неприкосновенности, а я ее слышу с 90-х, прекрасно помню с 90-х, то есть, как только в воздухе начинает пахнуть выборами, у нас начинает подниматься тема депутатской неприкосновенности. Выборы прошли, все, с тем и съехали. Вот это раз за разом, и просто мне уже смешно, поскольку это я неоднократно наблюдал, я просто понимаю, в чем здесь заключается плутовство власть придержащих. Вернемся, пока, понимаете, пока у нас нет честного и справедливого суда, потому что украинская фемида, это фемида, у которой в одной из-под мантий торчает пачка с баксами, а ушко к трубочке мобильного телефона приложено. И повязочка так сдвинута, чтобы следить за движениями губ тех, кто вышестоящие. Читайте по губам. Да, поэтому пока нет нормального суда. Так мы же так уже чуть ли не в Британию готовы обратиться, чтобы только вот оттуда нас судили. Ну, дело-то, что... И кое-кого там судят, там олигархи, там судят. К сожалению, наш премьер, который в прямом и переносном смысле этого слова является продуктом базара, в данном случае винницкого рынка юность, ну, и все-таки ему стоило бы немножко еще поучиться. Чтобы понимать, в чем разница разные семьи правовых систем. У нас романо-германская, а там все-таки англосаксонская, там прецедентное право. Поэтому, когда говорить о том, что английский фраг напялить поверх украинского жупана, это выглядит глуповато, мягко говоря. Вот сразу, может, тогда перейдем от абстрактного к конкретному, или дедуктивно от общего к частному. Хочется подойти, если уж мы о премьере наконец-то заговорили, да. Интересно, последнее время, особенно в конце этого сезона, там парламентской, ушли же все уже почти парламентарии, там кто-то, наверное, еще работает, на каникулы, и какие-то движения, не скажу телодвижения, а такие какие-то идейные движения, и даже какое-то брожение в верхах, особенно со стороны премьер-министра, ну, не знаю, не позволяет ли вам, например, думать и рассуждать о том, что есть во власть некое противостояние уже даже между премьером и президентом. Вот вы об этом говорили буквально год назад, год назад. Вы так точечно намекнули, что ли, вот как бы развить эту тезис, что... Да, год назад я говорил о следующем, о том, что степень близости Гройсмана к Порошенко изрядно преувеличена, это раз, два, я говорил о том, что конфликт запрограммирован, и не только в силу личностных особенностей Гройсмана, и в силу дуализма украинской власти. То есть, та правовая модель, ну, политика правовая модель, в котором существует украинская власть, когда власть делится между премьером и президентом, конфликт запрограммирован изначально. Плюс на это накладываются еще личностные особенности, амбиции Владимира Борисовича. Дело в том, что горизонт его перспектив, горизонт его личного планирования и амбиции, он уходит далеко за горизонты президентства Порошенко. А это означает то, как только, даже если Петр Алексеевич немножко пошатнется, он неизбежно будет наращивать собственную политическую субъектность. Это я говорил год назад. И это все сейчас произошло, особенно на фоне того, что, ну, мы видим, я не хочу... Но симптомы неплохо, потому что произошло, на ваш взгляд, на что обратить внимание? Ну, во-первых, обратите внимание вот эти карикатурные внешнеполитические потуги. Гроссмана или Порошенко? Порошенко. А где там была карикатурность? Ну, перед Белым домом, Дунант Энтер. Ну, я бы порвал бы пресс-службу, ну, за такую... Уже лучше в украинском посольстве было провести пресс-конференцию, но, извините, превратили президента в посмешище за забором Белого дома. Они даже не понимают, думают, что это место, когда... Да, и 20-минутная встреча. Ну, за пределами той страны все это видят, и просто, ну, если раньше кривились, сейчас начинают смеяться. Откровенно смеяться. И мне это неприятно, мне это больно. Когда нас, простите, держат за малахольных дурачков. Это одно. Нерешенная проблема коммуникации. Здесь оставили волкера. Присматривают за теми, кто саботирует минские соглашения. То есть он будет черночить. Ну, кроме того, правда, еще существует еще и дополнительный коммуникационный канал. Такой нюанс. На Банковой достаточно быстро узнали о нюансах завтрака Меркель, Макрона и Путина, на котором были озвучены тезисы, так называемого, плана Макрона. Ну, здесь, мне кажется, будет еще один канал коммуникации с Путиным. Судя по всему, это будет Медведчук. Поскольку, ну, Путин не зря назвал украинским националистом. Ну, и вкупе с тем, что, ну, обратите внимание, как в мае, апреле-май, волна публикаций в западной прессе. Ну, если бы Медведчук был фигурой токсичной, я бы о том говорил ранее, я думаю, что ни за какие деньги в Бумберге или Financial Times, ну, в принципе, нейтрально-позитивные материалы о нем не появились бы. То есть, судя по всему, он будет вот этим коммуникационным каналом. С одной стороны, это хорошо для, все-таки, того, что хотя бы по Минскому процессу пойдет, он оживет, потому что он был, по сути, заморожен. С другой стороны, это все показывает то, что степень недоверия к нашему президенту. То есть, очевидно, у него налицо кризис, то есть, не верит в его договороспособность. Ну, он с Макрон встречался же сам до того, как было завтра. Да, ну, петлял, петлял, но довольно долго сформировалось убеждение о том, что, ну, Петр Алексеевич, фигура в плане договороспособности проблемная. Ну, я не знаю, там весь план, за весь план мы не говорим, но хотя бы какой-то вот для вас важный тезис, куда повернется этот Минский процесс, как он будет разгоняться. Я думаю, что, смотрите, ну, здесь есть разные точки зрения. Допустим, Михаил Борисович Погребинский, который я уважаю, он считает, что ничего, по сути, происходить не будет, тем более выборы в Германии, затем 18-й год выборы в России, Мундиаль в России, ну, и как бы тут стороны заинтересованы в сохранении статус-клуба. Но мне кажется, все-таки, нажим в плане выполнения Минска с осени, ну, я имею в виду, прежде всего, нажим на Киев усилится. И, ну, вот эту версию, часто озвучиваем о том, что Запад заинтересован в том, чтобы здесь был перманентный конфликт, ну, чтобы все оставалось как есть, но я не поддерживаю. То есть, там есть американские, есть европейские интересы, все-таки там будет найден какой-то компромисс, как раз европейцам здесь конфликт не нужен. Тем более, что для немцев всегда, допустим, до той же Германии, ну, Германия, 80 миллиардов цена вопроса евро торговли с Россией, для немцев всегда цены были выше, чем нежели ценности. Это очень прагматичная нация. Поэтому появление турбин в Крыму, Симонса, для меня неудивительно. То есть, и немцы, да, это изрядно тяготит. Поэтому они все-таки будут толкать процесс в сторону какого-то урегулирования, пускай даже за счет интересов Украины. А как же быть с вот этим вот, ну, не столько фейком, сколько неожиданным для всех выступлением одного из лидеров, так сказать, сепаратистов. Что это такое? Это прудный камень? Это какой-то вот, как бы, тализатор процесса? Да, когда, первый, когда услышал с утра, ну, подумал, ну, может быть, с утра господин Захарченко пребывал в особом состоянии. Но потом все-таки подумал, что, ну, это не настолько весомая фигура, чтобы его геополитические фантазии, ну... Но разгоняется же всеми, Андрей, и Россия, и Украина, и президент у нас. Есть такое слово троллинг. Троллинг на троллинг, что ли, или как получается? Вот, мне кажется, что то, что Чесноков, российский политолог озвучил, что, дескать, это было... Ну, мне кажется, это уже вскочили, использовали факт. А что Чеснокове пропустил, что он там озвучил? Он сказал, что, дескать, это было вброшено Сурковым. Ну, мне кажется, что этот факт просто уже был постфактум использован, а, ну, как бы, разумнее здесь, ну, собственно, американцы, люди, тоже очень прагматичные, они достаточно, да, мы высказали озабоченность, но призвали не придавать значения. Но, с другой стороны, что мы видим? Стоим на американской позиции, не придавая значения. Собственно, здесь просто какой-то, здесь будет очевидно раскручиваться о том, что, на самом деле, Захарченко и Плотницкий не саператисты, а, на самом деле, они выступают за единство Украины, но они хотят видеть Донбасс в составе Украины. Но, скажем так, с теми условиями, преференциями, о которых говорили... Под новыми знаменами. Да, ну, я думаю, что этот эпизод с Молно-Россией не помучит логического развития, поскольку, ну, сильные мира сего, по-моему, может... Но, однако, какое-то развитие, даже не логическое, какое-то экономическое, получает вот то, что называлось блокада в начале этих не под контролем территорий, и теперь уже выясняют, что они торгуют чуть ли не с Турцией, а там углем, то есть неплохо себя чувствуют, или это не так важно? Там, во всяком случае... Налаживают экономику, слово такое вот почти безграмотно назвал. Нет, жизнь нам не остановилась. Но, что касается вот этой акции с блокадой, то, простите, но это уже и премьер признал, то, что мы выстрелили себе в ногу. С этой блокадой уже выстрелили? Да, да, поскольку понятны чувства тех людей, которых туда отправляли проливать кровь, которые там проливали кровь, но... Да, и сейчас проливают, то есть там же люди... То есть, да, неумолимые реалии. Ну, будь, скажем так, у страны помощнее, жировой запас, то можно было, собственно говоря, пойти на принцип. А так, каждый раз, когда мы идем на принцип, мы делаем наше экономическое положение еще куда более шатким. В смысле на принцип? Это да, но надо понимать, что всегда приходится делать выбор. Но ведь, что мы в итоге получили? Что теперь стоит вопрос в том, что мы будем покупать американский уголь. Уже там не Роттердам плюс, не Ростов плюс, а Пенсильвания плюс. Да, но это плюс, это, по-моему, плюс, там, в несколько раз подняли цену, и цена абсолютно запредельная. Но американские шахтеры могут быть довольны. Трамп действительно тут проводит американский интерес. А какой интерес проводит Петр Алексеевич в этой ситуации? Ну, а все же, вот чуть подробнее о статусе этих неподконтрольных территорий. Разные были там версии. Начиная от тех, вот уже забывать стали события под стенами парламента, когда просто взорвалась граната, погибли люди, и как-то было быстро снято с повестки, даже забыта вот эта версия, что, может быть, мы там придадим этому особый статус. Потом, как бы, самопомощь всех, вот уже участники, депутаты были, блокады о том, что это оккупированы территории. И последняя, вот там, Турчиновская такая версия, какая-то сложная, очень гибридная, даже не упоминаю слово. Ну, тут, в основном, спор шел о том, согласовывал ли Турчинов свое заявление. Ведь о законе о деоккупации впервые заговорил Порошенко 15 марта. Потом прошло три месяца. Ничего сделано не было. То есть, никто палец о палец не ударил. И тут, накануне визита в Соединенные Штаты, как черт из табакерки, выскакивает Турчинов и заявляет о своем видении закона. Ну, высказывалось такое мнение, что это импровизация, она была согласована. Мне кажется, что не совсем. Ну, судя по, так, физиономика Петра Алексеевича выдает, когда он раздражен и недоволен, при всем том, склонности его к лицедейству, у него все-таки на невербальном уровне видно, когда он недоволен, явно вот это Турчиновское заявление накануне визита в Соединенные Штаты, ну, ведь, по сути, то, что он заявил, это торпедирование Минска. Ну, идет вразрез с Минском. Явно после визитов в Соединенные Штаты вдруг разговоры об этом как-то поутихли. Они не исчезли совсем, но не сравнить. То есть, там информационный залп такой, я посмотрел по мониторингу, тема занимала очень весомое место. Потом вдруг она девальвируется там, ну, более чем в 10 раз, чтобы было понятно. То есть, очевидно, сказали стоять, не дергаться с подобными рода инициативами. Я думаю, что, тем более, там, через месяц-другой об этом законе и подзабудут, поскольку он идет вразрез с Минскими договоренностями. Россия выступает как одна из сторон гарантов Минских договоренностей. Она называется оккупант. Но называется так, чтобы не вызвать каких-то тяжелых последствий. Да, ну, попытались говорить о хорватском сценарии, если говорить о информационном поле июня, ну, что вводилось в дискурс. Попытались сбросить эту тему, но... То есть, отвоевывание территории внезапным каким-то... Да, но вы уже прекрасно понимаете, что пока за ДНР и ЛНР стоит Россия, то на каждый хорватский сценарий ответят осетинским или абхазским. Или чеченским, в конце концов. Там же тоже пришлось поменять. Я ему... Точнее, руководство для того, чтобы там... Я отсылаю криминесценциям с 2008 года. То есть, не тогда. Да. Поскольку можно сколько угодно рассуждать о сильнейшей армии в Европе, но, знаете, чем ближе к линии соприкосновения, тем меньше такого оптимизма. То есть, те люди, которые реально бывают там на передке, волонтеры, военнослужащие, ну, они очень далеки от таких шапкозакидательских настроений. Вот, пойдем и все возьмем. Да, понятно, что в военном отношении, естественно, Украина и самопровозглашённые республики там величины несопоставимые, сколько бы там танков не поставила Россия. Но пока за спиной ДНР и ЛНР стоит Россия, ну, говорить о хорватском сценарии, ну, по меньшей мере, глупо. Ну, и это же просто вообще непонятно, даже если трудно представить количество жертв, которые будут с мирным населением и так далее, если там что-то отвоевывать, атаковать с воздуха, там, не знаю. Понимаете, ну, и опять же, это же все-таки, вот, отвоевывать, отвоевывать что? Отвоевывать территории, ну, извините, это Средневековье. Когда воевали за территории, ну... Замки брали приступом. Да. Правильного сада. Помните, что Крым будет украинским или безлюдным. Чем все это закончилось? Я не хочу, чтобы... А чей-то тезис был? Да. Я что-то уже забыл, кто это такой. Ну, деятели наши, радикальные националисты. Правил лошадь. Про безлюдные. Да. Но чем все закончилось? Поэтому не надо напоминать, вот, знаете, вот в уличных драках, я прекрасно помню, что всегда бывали такие субъекты, которые не отличаясь физической силой, отличались таким гонором, нахрапом, но, да, который моментально улетучивался после прямого голову. А может, вы вспомните о том, как они начинали драку, как провоцировали, вот он там первый выскакивал, а потом, ну, конечно, может, улетал, но драка-то продолжалась. Да, но драка-то продолжалась. И втягивала тех уже, кто, как говорится, совсем... Андрей Светланович, что эта блокада, она была какая-то вот, ну, неожиданная, вот, экономическая, то, что стали блокировать, ну, имеется в виду торговля на крови, вот эти вот люди, которые возникли, какой-то штаб... Ну, вы же прекрасно понимаете, для того, чтобы... Ну, это финансировал какой-то из олигархов, как вы думаете? Естественно, ну, прямо мы не можем говорить, мы можем говорить, кто может быть бенефициаром. Мы можем догадываться, да? Мы можем догадываться. Ну, тот, кто сегодня пьет кофе в Женеве и... И потерял почти что потерял... Да, почти что, да, все. Сюда вообще, может, и вернешь, что-то приватбанк, да? Да, думаете, что-то, а зачем ему-то это было нужно? Какая-то месть просто порошенко. Естественно, дело в том, что господин Коломойский игрок, это действительно один из наиболее сильных игроков. Он умеет ждать, он умеет выждать нужный момент, но он о себе еще напомнит. Поэтому... И он же азартен, да? Да, пока сдерживающим фактором выступает позиция Вашингтона, который, ну, я думаю, как раз Вашингтон, ну, те, скажем так, люди, представляющие интересы Соединенных Штатов Америки, удерживают Игоря Валерьевича от необдуманных шагов и резких движений. Что все-таки с... Вот мы так хорошо, хотя и коротко, хотелось бы, может быть, подробнее о Гройсмане Порошенко вспомнить. Ну, смотрите, а партийном вообще как бы... Вспомните лондонский спич Гройсмана две недели назад, 6 июля. Что он говорил, выступая перед британцами, говоря о украинских реформах? Он говорил о реформаторском правительстве и о Верховной Раде, которая, дескать, тормозит эти реформы. Ненадежная Верховная Рада. Но, понимаете, вот, опять же, если быть справедливым, Верховную Раду есть за что критиковать, у нее только ленивый камень не метнул. Это уже неинтересно. А вот, если говорить по Гройсману и по существу... Вот возьмите тему реформы образования, которая, ну, так и не была обсуждена на этой закрывшейся сессии. 3-е, 6-е июля, три выступают, начиная от министра финансов и министра образования, звучат три разные цифры, сумм, которые необходимы на реформу образования. Ну, извините, вы бы... Андрей, а что там была за инициатива? То есть, в какую сторону его там дореформировать собираются? Это увеличивает? Неужели вы не понимаете? Школьные годы чудесные? Ну, во-первых, украинская школа станет школой двух коридоров. То есть, те, у кого есть деньги и финансовые возможности, смогут дать своим детям образование, где будут учить думать, учить анализировать и принимать решения. А основной коридор будет для тех, кто, как говорится, ну, должен будет получить элементарные знания, чтобы уметь считать, писать и, ну, работать, в конце концов, скажем так, сервисменами. То есть... Прежде всего, ну, будут готовить потребителей. Ну, плюс к этому это приговорят еще к 12 годам национал-патриотического воспитания украинских школьников. Ну, понимая... Пока что реформа, это как-то она чуть притормозилась, да, почему? Да, потому что, во-первых, я говорил, что разночтение в суммах необходимых на реформу образования, плюс там масса таких моментов оптимизация сельского образования. Потому что закрывается школа? Я скажу коротко, да, вот то, что внесли, подготовили к внесению в зал, оно все еще сырое, недоработанное, и там масса издержек. Плюс, ну, что, допустим, я уже упоминал там девутатскую группу Ведороджиня, просто с ней в последнее время несколько раз приходилось общаться по медицинской, по образовательной реформе, как раз... Что это здравая инициатива Ведороджиня? Нет, там проблема в чем-то. Вот воля народа и Ведороджиня, потому что фронтовиков в БПП в расчет не берут, там очень много списочников, то есть те люди, которые прошли под фартийным флагом, им фиолетово, что там с людьми происходит. А там много мажоритарщиков, то есть те люди, которым приходится воленц-неволенц приезжать на округ и общаться с реальными людьми о реальных проблемах. И вот там как раз люди, вот воля народа, там представители нашего края, Ведороджиня, они в шоке. А какие у них были инициативы, то есть вот у этих, мы уж упомянули партии, что они там предлагали такого другого? Ну, допустим, депутаты, хотя они, допустим, по медицинской реформе, что приняли представители Ведороджиня, ну, хотя бы озаботиться вопросом медицинского страхования. Ведь то, что предложила госпожа Супрун, внесла, деньги идут за пациентом, гонятся за пациентом, но никак его не догонят. Да, небольшие деньги совсем. Плюс, поскольку большинство представителей этой депутатской группы, там как раз аграрные округа, они увидели, что это конец сельской медицине. Потому что село оставляют из медицины. Ну, если надо освободить землю от местных пейзан, то надо убрать школу, закрыть детские сады в селе и убрать медицину. И те, у кого есть ноги, сбегут сами, а остальные просто уйдут на сельское окно. Да, и все-таки это противостояние получается от Кабинета министров и Гройсмана к парламенту. Там же постоянно он как-то министров увольняет или они уходят сами. Помните, вот недавние события снова по этому замечательному Дело в том, что проблема, это отдельная проблема, это состав Кабинета министров. Что мы там имеем? Мы имеем вот этот пресловутый квотный принцип, который многократно критиковался. То есть, партии своих людей туда все-таки командируют? Конечно, конечно. Не только партия, там квота Гройсмана, президентская квота. В результате, что мы имеем? То есть, то самое кумовство, о котором мы используем? Конечно, да. Какая политическая ответственность квоты президента в правительстве? Какая? Или кто ответит? Почему, скажем, Аваков рассказал, ну, наверное, он в фейсбуке ощутил падение показателей преступности. Ну, извините, в Киеве убивают каждый день. Теперь. Теперь убивают каждый день и по несколько раз. И взрывы гранат, ну, звучат едва ли не чаще, чем раньше петарды на празднике взрывали. Ну, вот эти двух подполковников когда-то, если что-то великолепно. Ну, это отдельная тема. До сих пор как-то вот непонятно, что это было. Это отдельная тема, и она не может быть поставлена в вину Гройсману. А вот разгум уличной преступности – это прямое следствие вот этой похабной полицейской реформы. Когда нам помним госпожа де Канаидзе, что она нам обещала? Новую полицию. А мы видим, что спустя под красивыми американской униформой от фирмы 5.11 вылезло мурло старой прогнившей дореформенной милиции. Им же добавили еще 2 миллиарда, знаете, да? Да, ну, извините, то, что добавили, цель реформы, то в чем была? Цель реформы – обеспечить безопасность, спокойствие, сохранность имущества и жизни граждан. Что мы получили? Вал преступности. Так, по-моему, кто-то должен за эту реформу ответить. А где, кстати, они все? Как-то их меньше стало видно, когда они там… Конечно. Дело в том, что там сумасшедшая текучка, поскольку элементарно любой даже начинающий психолог вам объяснит, что человек приходит туда на эйфории. он мотивирован, горит желанием. Но столкнувшись с реалиями, в которых приходится работать, несогласованности законодательства, неясности правового статуса, ситуации, когда задерживают, привозят, там через час он уже видит этих людей уже отпущенными, совершившими криминальные правонарушения. То есть вот в этих условиях люди выгорают. Но зарплата-то там хорошая все-таки. Ну, надо сказать, планировалось то хорошее, но извините, даже в 2013 году, да, увеличили, но по сути это нивелировано тем, что да, поэтому слухи о большой зарплате изрядно преувеличены. Ситуация какова? Единственный, кто сумел провести более-менее эффективную реформу МВД за последние 25 лет, это покойный министр Кравченко. Вы помните, когда он стал министром, была проблема организованных преступных группировок. А какие-то годы, напомните, это же он, я помню, плохо он кончился. 90-е годы, да, он застрелился или ему помогли застрелиться в 2004 году после первого Майдана. Но задачу подавления вот этих организованных преступных группировок, помните, да, были созданы отделом по борьбе с организованной преступностью. Я помню, на аэродроме в Донецке расстреливали, помните, из автомата просто. Да, стреляли, взрывали, но при Кучме организованную преступность побороли. Да, во многих случаях милиция стала той самой крышей, заместила бандитов, но как-то на улицах украинских городов стало немножко поспокойнее в конце 90-х по сравнению с серединой. Опять же, опустим, какими методами. Я понимаю цель реформы. Да, очень много изъянов, да, много было карикатурного, достаточно вспомнив эту черную форму, в которой появился, напоминавшая эсэсовскую прикравчинку. Но основная задача была решена. А то, что делает, извините, Аваков с его реформой, ну, Грузинский цирк уехал, а наши клоуны остались. У него же такое, как тут вспомнишь, потемкинские деревни, да, вот эта вот фасадность и витринность. Это декорации, это декорации жизни по-новому. Это в свое время склонность, ну, почитайте Миварова-Скарападского, там очень много написано по склонности украинцев к театральности, что и погубило УНР. И вот эта склонность к театральности, она сегодня губит Украину. Ну, и все-таки об этих силах в парламенте. Все же мы так вот, как парламент. Давайте вернемся, да. Очень интересно, что маленькие-то партии понятные, там они может быть здравой инициативой, но есть же мощный там все-таки какой-то блок народный фронт. Давайте начнем с БПП. БП, хорошо. БПП тоже, все, они перешли границу токсичности. То есть, это бренд с отрицательной капитализацией. То есть, бренда БПП не будет. Скорее всего, мы увидим попытку реанимировать солидарность. Да, с высокой долей вероятности. То есть, БПП уже не будет. Все, этот бренд, который у людей ничего кроме матюков не слышишь. Я столкнулся впервые с таким фактом, когда там, ну, раньше как-то люди не использовали нецензурную лексику в ходе фокус-групп. Сейчас раз за разом сталкиваешься с тем, что люди просто кроют матом власть придержащих. То есть, степень накопившейся агрессии к власти очень высока. Следом за ним идет вот эта организованная политическая группировка Народного фронта. Ну, действительно, мы же видели спайку. Своих не сдаем. Даже если это… А вспомните, как раньше красиво. Есть же там манифест правых сил, есть Белецкий СВО. Что же имеет отношение к Народному фронту? Давайте вот это разберем немножко, потому что это связанная поддержка есть в обществе. Во всяком случае, было несколько вариантов, как поступить с Народным фронтом. Уже в прошлом году было ясно, что эта политическая сила скорее мертва, чем жива. И этим объясняется том, что партия не занималась никаким не по строительству. То есть все прекрасно понимали, что поюзали этот бренд, этот синий крестик, напоминающий эмблему СБУ. Ну, по-моему, там один мой хороший знакомый им подсобил с визуалкой. Все, развели лохов и надо думать о другом. Другой вариант – это собрать там все живое и все, что движется и не зафоршмачено до предела и уйти в новый проект. Но с другой стороны, допустим, тот же Аваков, он в качестве засадного полка, такого неуправляемого элемента, готовил своих правых. Ну, что такое, допустим, национальный корпус и АЗОВ. В 90-е годы, когда Авакова были конфликтные отношения с Керносом, Кернос финансировал, поддерживал в 90-е оплот, не без его участия и местные регионалы. А Аваков, как ответ, патриот Украины. Ну, когда пришел Янукович, естественно, патриота Украины загнали за синеле, загнали за решетку. Ну, как победителю достается все и горе побежденным. Вот. Теперь, ну, в 14-м году маятник качнулся в другую сторону, Белецкий вышел на свободу, как политзаключенный стал народным депутатом. Естественно, отсюда возник АЗОВ. Ну, по сути, право радикальная политическая сила, но в отличие от свободы, которая иногда мне напоминает итальянских фашистов 20-30-х годов 20-го века, ну, будем говорить, адепты украинского национализма, они имели, они всегда имели перед собой, перед глазами рабочие образцы Италию, Германию, и все-таки они были маргинальны по отношению к этим странам. Они в силу тех исторических обстоятельств. А что же АЗОВ вам напоминает тогда? Да. АЗОВ – это национал-социалисты. Да. Это все-таки ближе там. Ну, там хватает и язычников, там хватает поклонников в АФНСС. Они в этом не признаются, но, понимаете, если кто-то ходит как нацист, если кто-то выступает как нацист, если кто-то использует символику как нацист, то это нацист. Утиный тест. Ну, насколько эта сила может сыграть? Понимаете, на это ничтожное меньшинство недооценивают. Понимаете, мы видели, как на социалистов, которые попытались протестовать против переименования проспекта Ватутина, спустили рогультерьеров из СС-14. Потому что избили людей же, да? Это, ну, цепные такие… Денис пострадал, но там еще серьезно. Да. Ну, это было такое предупреждение, потому что дальше будет жестче. Ну, там есть группировки, которые под контролем силовых структур. Ну, будем говорить так, это люди, которые на свободе благодаря крыше силовых структурах. Потому что вы, ну, в ином… То есть вы видите, что это не стихия, а вполне управляемые какие-то… Это управляемые, я же сказал, это цепные рогультерьеры, которых в нужный момент, о котором говорят, фас. Вот. И Азов все-таки куда респектабельнее. То есть они… Ну, есть, скажем так… Школа сержантов, у них там выпускники, они же готовят кадры для армии… Там ритуалность, символика, там молод даже выковали, ну, как символ власти, да, главного сержанта. Ну, не в этом. Они сейчас набирают политическую, пытаются набрать политическую субъектность. Мы видели вот эти акции противороссийских. Ну, ведь это смешно, когда одна рука министра контролирует полицию, которая должна обеспечивать общественный порядок, а другая дает отмашку вот этому неуправляемому элементу. Поскольку у нас любые выступления, любые проявления народного гнева, они тщательно режиссируются. Ну, как тут не вспомнишь, когда вы там даже, ну, участником АТО, как-то досталось, ни с того не село. Помните, вот это событие, как-то все тоже замяли, никого там… Нет, ну, понимаете, вот 9 мая в Днепропетровске, да, там попытались подобное лечить подобным. Но тут же на стороне, скажем так, государство четко, совершенно определенно заняло позицию одной стороны, то есть включив силовую машину против другой. Но были задержаны, которые, ну, с полным джентльменским набором, там тоже Днепропетровская СИ-14, по-моему, фигурировала. Вот. Их балополучно отпустили. Отпустили. Да. Поэтому… Все-таки государство показывает, и Аваков показывает… Это чисто то, о чем я говорил еще два года назад. То, что для нас, в силу украинских условий, впереди будут эскадроны смерти, тон-тон-макуты, поскольку государство, ну, в силу, скажем так, его неэффективности, в силу специфики решаемых задач, оно вынуждено будет прибегать к услугам всевозможных парамилитарных и бандитских формирований. Но этих бандитов будут одевать, скажем так, в патриотические одежды, но от этого они не предстоит быть бандитами. Андрей, но сейчас, особенно с, ну, таким, может быть, усилением, хотя она все время в каком-то таком состоянии находится допредельным, не знаю, что будет пределом, антироссийская, так называемая, риторика, да? Вот чуть ли не введение там особых каких-то на границе, процедур прохождения граждан России, ну, так сказать, проникновение территории Украины и так далее. Кстати, здесь я могу согласиться с обоснованностью биометрии на границах. Ну, если кто-то Европа, весь мир идет. Запрет на посещение Евровидения, понятно, комбиниции? Ну, совершенно идиотский, из-за которого мы попадаем на деньги. Уже по сухам, да, там бывает даже. Да, можно пойти на принцип, а можно было приостановить, то есть сделать красивый шаг, приостановить там на время проведения запрета. Ну, и всех, кто там уступал в Крыму, заехал, тоже как бы запрет, плюс там бойкотирование. Да, я имею ввиду прецедент с Евровидением, тут репутационные потери понесла Украина. То есть, приходилось общаться и с европейцами, ну, они, скажем так. Какие еще шаги могут быть в этом направлении, которые повредят Украине? Ну, дальше возьмутся за родственные связи, если не скажут стоять и не рыпаться дальше. Наши старшие, я подумал, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что предстоит еще вот все это. Ну, понимаете, для чего? Ну, что надо поддерживать градус конфликта. Нужен образ врага. Враг получается где? Враг, он там в Крыму, понятно, враг, здесь он тоже как-то враг. Мы окружены врагами. Враждебное окружение, как помните, когда это было Советское Союзное 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 Союзное? Ну, пока есть конфликт, это палочка-выручалочка для нынешней картельной партии власти. Более конфликту, она может списывать на конфликт свое. Ну, Путин во всем виноват. Извините, асфальт провалился, Путин виноват. Ну, это же такое ощущение, что руки Путина самые длинные руки в мире. Но, на самом деле, под это просто списывается ее некомпетентность, воровство и, скажем, действие, как говорится, вразрез с интересами государства и общества. Я хотел вас спросить недавно уже, ну, когда годовщина такая грустная была, гибели, собственно говоря, Боинга, сбитого на территорию Украины. И вот в связи с тем, что Путин виноват, вот это российский взгляд, ну и, конечно же, Россия тоже запускала массу каких-то великолепных материалов, там, какой-то истребитель, там, на бреющем полете и так далее. Но сейчас это расследование голландское. Как думаете, к чему это привело уже и к чему это приведет вот с этим Боингом? И тогда он был, ну, кому, получается, нужен? Ну, этот процесс будет тянуться годами. То есть еще, да, там еще до какого-то вердикта. Но для вас ничего очевидного там нет, да? Ничего, поскольку, ну, мне понятно то, что Су-25, как там писали, это штурмовик, он не летает так высоко. То есть это самолет непосредственной поддержки войск и у него нет таких возможностей, чтобы там выскочить там, на эшелон 10-ти тысяч метров и избить этот Боинг. Но вопросы, кто и в другой стране есть. Почему не было закрыто, допустим, воздушное пространство? Ведь информация о том, что у сепаратистов появились зенитно-ракетные комплексы была. Но они буки же там появились с сепаратистами. Ну, про буки информации, конечно, не было. На высоте 6 тысяч на Славянском сбили АН-26 или АН-30, по-моему. Это когда с десантником? Да. Нет, нет, нет. Там раньше. Самолет, ну, аэроразведчик. Носимые зенитно-ракетные комплексы, стрела, игла, там, по-моему, потолок 4,5, верба там до 6 тысяч метров, она повыше. Вот. Это уже, скажем так, это уже та высота, которая, ну, понятно для трансконтинентальных перелетов, там, 10 тысяч и выше, но появление такого рода комплекса уже надо было ставить вопрос о закрытии. Не закрыли, да. Не закрыли. Почему-то не только не беспокоило это там украинские власти, но и запад тоже не беспокоил, да? Поэтому, ну, собственно, что тут гадать на кофейной гуще, у нас слишком мало информации, ну, о том, что действительно тогда произошло 17 июля, но… Четко вина России не доказана, да? Четко нет, да. И это позволяет, ну, этот процесс, повторяю, будет тянуться годами. Как попутно, вот, кстати, хорошо с ней о вооружении, как насчет этого лазерного оружия, вы там вычитали, да, насколько это революция, недосягаемые стали американцы, в самом деле, эти пушки лазерные, вот, стоя. Ну, дело в том, что… Потому что это не фейк, это… Ну, понимаете, есть элементы военной пропаганды, пропаганды военной мощи, к американцам, ну, по крайней мере, надо относиться и всегда, и в советское время, когда служил в военно-морском флоте, ну, прямо говорили о том, что так, офицеры, которые служили на кораблях, которые понимали, с чем имеют дело, что, ну, надо к противнику относиться с должной долей уважения, поскольку, ну, что такое построить авианосец? Это сложнейшая система, те технологии, которыми, ну, атомные авианосцы в Советский Союз плотною подошел, потому что, ну, к появлению этих технологий строительства, но вот то, что плавает адмирал Кузнецов, ну, скажем, это еще сыро, недоработан, но это 90-91 год, то есть, к чему пришел Советский Союз. Который таки заплыл туда вот к Сибири. Да, ну, плавает хорошо, да, но… Дымит немножко потом. Авианосная ударная группа – это колоссальная мощь, это, ну, чтобы просто ее обеспечить, ее функционирование, чтобы она приплыла в нужную точку мирового океана, нужны колоссальные ресурсы. Америка имеет такие ресурсы. И противника, ну, по крайней мере, надо отдавать должное на военные мощи. Но, ну, с другой стороны, там, как и в любой армии, там хватает бардака. Не будем забывать о том, что, в конце концов, ну, пока еще не появились искусственный интеллект, еще не создал киборгов, которые бы подменили живого солдата на поле боя. Ну, а о том, что у Соединенных Штатов в том же Ираке и Афганистане было не без проблем, как раз вот в сухопутных операциях. По-моему, это совершенно очевидные факты. Но нам надо думать о наших вооруженных силах. Об украинских? Да. Поскольку вы, знаете, можно сколько угодно мечтать о вступлении в НАТО. Ну, и лазерные пушки, что же теперь мечтать начинаем? Да, ну, серьезно. Дурань думкой в богате. Вот. А мы за три года не сумели, ну, наладить производство боеприпасов к слюковому оружию, к артиллерийскому оружию. Знаете, ведь многие там… Стоп, стоп, аппарат же был, когда вот на параде четко сказал ведущий, как бы даже не Юрий Макаров вел, все-таки знакомый наш такой. И он сказал, что все уже полностью вот на этом параде вооруженных сил Украины, ну, как бы внутренняя комплектация, все наше уже. Ну, ну, печальную историю с минометом Молот. Вы узнаете? Нет, нет, напомните, что там… Ну, это миномет 120 мм, который время от времени взрывается. Ну, это хоть не военная тайна? Это не военная тайна. Это не военная тайна. Время от времени взрывается. В октябре 41-го года немцы, у которых тогда не было полкового миномета 120-мм, у них были только минометы 81 мм калибра, они захватили чертежи в Запорожье в октябре 41-го. Им понадобилось 3 месяца, чтобы сделать вполне качественную копию советского миномета. Ух ты! То есть, мы опережали их по минометам? Нет, технологически. Ну, опережали почему? Потому что, ну, это то, что, ну, если так, изучать историю не только по Суворову. Ну, станочный парк Германии, минометовообработающих станков, был в 5 раз больше, чем станочный парк Советского Союза. То есть, надо понимать то, что та модернизация, которая проходила, ну, как бы там еще модернизировать и модернизировать было страну, индустрию. Ну, например, мы не могли никак наладить производство автоматической зенитной пушки. Из-за этого у нас были сумасшедшие потери в кораблях, наземных войск. Ну, там, по ходу войны к 44-му году решили эту задачу, там, мага и союзники подкидывали. С артиллерией было тяжело. Да, мы производили арт-системы, но со снарядами из рук он плохо было. Потому что снаряд все-таки, ну, постоянно до 44-го года у нас время от времени был снарядный голод. Не хватало. То есть, отстреливали там, ну, знаете, идти в наступление, когда на орудие полубоекомплекта. Без огневой поддержки. Да, да. А вот это полубоекомплекта, ну, затыкала своими телами наша пехота. Отсюда такие сумасшедшие потери. Поскольку, ну, плюс, достаточно плохо у нас было с инструментальной артиллерийской разведкой. Собственно, как интересно, со снарядами получается, Андрей, это же тянется еще. А вот это, со времен русско-японской войны, помните же, знал бы это сражение на море. Да. Проблемы с артиллерией мы компенсировали массовым производством минометов. Которые, ну, где не требуется, там, столь, там, прецизионной обработки, там, при производстве мин. Мина, это все-таки грубая, куда более грубая вещь. Но, знаете, когда падает в окоп, там, 120 миллиметров мина, там, тебе все равно, что 120 миллиметров снаряд, что мина от гаубицы, там, немного живого может остаться, если прямое попадание, там, в блиндажи или в окоп. Поэтому, ну, к 44-му году более-менее, опять же, проблема была решена. Поэтому, у нас, да, у нас эти производства были. Было много чего, ну, собственно, у нас тоже в Украине. У нас тоже в Украине. Ну, свою индустрию мы, как я говорю, приговорили к разделке на металлолог. Ну, в течение вот этих уже трех лет все же идут. То есть, тот задел, который, понятно, что нам не надо в таком количестве баллистические ракеты. Но, наладить нормальное производство, сопоставимого с джевелинами противотанковых управляемых ракет, это была вполне решаемая технологическая задача. Вполне можно было технологически решить вопрос модернизации авиапарка, современную авионику. Ну, я не буду рассказывать, как в 14-м году с помощью чего-то, с гражданскими GPS-навигаторами летали пилота. Именно вот в начале этих боевых действий. Да. А теперь у нас решают, чем обеспечить вооруженные силы, турецкой или израильской связи. Ну, простите, 40 лет назад не было толком еще ни израильской, ни турецкой электронной промышленности. Ну да, мы отставали. Отставали очень сильно в элементной базе Советский Союз. Но были те наработки, которые можно было развивать. Теперь все это гучно профуканно. Если там, опять же, худо-бедно, у северного соседа модернизирована четверть вооруженных сил, то, скажем так, у нас ситуация далеко. Чтобы модернизировать армию, для этого надо не только переедеть ее в пиксель и пошить новую парадную форму для офицеров. Все-таки пока мы катаемся еще на Старом Советском, чтобы там ведущий не говорил. Так, может, на Новом НАТОвском надо уже кататься, Андрей? Насколько вы относитесь серьезно к тому перспективе вступления в НАТО? В перспективе. Для того, чтобы вступить в НАТО, надо быть интересным в НАТО. То есть, мы были близки к получению ПДЧ в 2008 году. Но тогда наша позиция Германии, которая прислушивалась к позиции России, плюс наши внутренние дрязги, не дали этого сделать на Бухарестском саммите. Теперь можно, сколько угодно, провозглашать это официальной целью. Но, опять же, от этого ничего не меняется. В НАТО, ну, итоги саммита, по-моему, ясно, саммита ЕС, когда ЕС ушел от каких бы то ни было намеков на обязательства экономического, военного характера в сторону Украины. Ну, скандально, ну, нас как-то постарались это притушить, то, что они подписали итоговую декларацию. Но факт есть факт. Ну, представитель НАТО теперь есть в Украине какой-то постоянный, да? Дело в том, что НАТО эта ситуация устраивает. Это, как бы, Украина буферная зона. То есть, ну, как бы, да, заявляя о европонатической ориентации как внешнеполитической цели, мы превращаем страну в потенциальный боксерский ринг, где будут выяснять свои геополитические отношения, ну, там, Запад и Россия. То есть, ну, знаете, напомню, что поле боя достается мародерам. Да, вот. Не хотелось бы заканчивать на этой вот ноте, хотя уже мы на финише. Не, ну, я могу сказать одно, то, что… На осень, да. На осень ваши прогнозы интересны. Во-первых, прогноз то, что сработает основной закон украинской политики. А он заключается в следующем. Оскудение содержимого корыта при сохранении количества свиньей, желающих к нему прильнуть, неумолимо ведет к обострению политической борьбы. И эта борьба будет преимущественно внутривидового характера. Поэтому будут представления на депутатов, поэтому будет снова раскручиваться тема депутатской неприкосновенности, поэтому будет очевидный типа нарастающий конфликт президент правительства, к которому очевидно присоединится обиженный Яценюк, который, ну, пусть и не злопамятный, но ничего не забыл. Ну, плюс и амбиции Юлии Владимировны, которая, ну, многие поспешили ее списать, но она набирает форму, она набирает рейтинги, она о себе еще напомнит. Как и опомнит на себе наверняка еще и господин Коломойский, ведь у нас все-таки политика остается преимущественно иерархической, и партии все-таки так или иначе ориентируются не столько на своих избирателей, сколько на своих отцов-содержателей. Как-то, знаете, хороший такой образ, но из другого концерта Вин Флойд, кажется, из Энимал, а не из The World. А тут же вот что-нибудь вспомнить. Ну, у нас… Байблускай, не хочется прощаться с голубым небом, вот если я глядя на вашу футболочку, все же вот голубое это небо, над головой какому Хлебникова, что нам надо, немного хлеба это и так далее, вот что нам предстоит… Ну, знаете, что… Небеса украинской какой-то жизни. Да, немножко оптимизма. Специфика украинского обывателя, украинского общества в его колоссальной адаптируемости к изменившимся условиям. То есть, как бы ни было плохо, украинский обыватель способен адаптироваться. Стоп, а Майданы, как же два Майдана, вот мы пережили с вами уже за этот период такой небольшой… Понимаете, это же не обыватель, кто выходил на Майдан, обыватель? Да, обыватель, обыватель. Ну, тот обыватель, который верил о том, что стоит скинуть Януковича и заживем по-европейски, будут у нас европейские зарплаты, пенсии по 700 евро. Ну, это то, что люди, которые стояли на Майдане, свято и истово в это верили. А в том, что, ну, когда любой намек на издержки, потенциальные издержки, как бы, торжества европейского выбора, ну, никто не хотел слушать. А к чему тогда приспосабливаться будем мы, чтобы оптимизм добавить? К изменившимся, к тому, что условия будут тяжелее, хорошей работы будет меньше, перспективу придется для детей искать, возможно, за границей, плохо будет с медициной, особенно, если у тебя нет денег, тяжелее будет дать хорошее образование, но как-то будут приспосабливаться. А вот с землей угадаете или нет? Все-таки вот мораторий же там Батькевщина вспоминает, Мошенко пыталась провести, не знаю, как там у них пойдет дальше, но вы думаете, как с этой всей землицей? Посмотрите, тему, которую откровенно боятся трогать, поскольку, ну, люди, что же, не глупые, пусть и вороватые, но все прекрасно понимают, что все самые большие социальные катаклизмы в Украине начинали с земельного образа. Например, как-то вот катаклизмов, я что-то не припоминаю, но разве что совсем давно. Нет, 17-й век, 18-й век, все же на земле, да, век 20-й. Да, и поэтому не трогаю эту тему, хотя не заметно. Лучше эту тему, да, но есть обязательства перед МВФ, или какими-то нашими партнерами, нашими старшими. Поэтому, скажем так, моя версия, власть близка к тому, что пойти через Конституционный суд, обойти нежелание парламентариев подписываться под откровенно компрадорскими решениями в сфере земли. Поскольку, когда, ну, начинают запускать ролики «Дайте земле волю», ну, люди, которые к этой земле не имеют никакого отношения. Я видел таких пару, да. Нет, ну, понимаете, ну, что с колонов возьмешь. Нас когда-то уговаривали, в начале 90-х вот придет эффективный собственник, и все наладится. Конечно, конечно, я помню. Вы помните, чем все закончилось? Даже я помню, что говорили, что вот сейчас так все как-то очень бестолково, у нас такие вот глупости только, то там какие-то великие реки поворачивать начинаем, то там какую-то станцию, ну, понятно, атомную станцию, там Чернобыль как-то вот все-таки, может быть, эти реакторы там разгоняли что-то, еще надо разбираться в этом, может, или вспоминать что-то. А сейчас же этой глупости вот такой частно-собственнической, капиталистической, как, ну, просто в городе Киеве, там ее стало в десятки раз больше. Такие гигантские дома, брошенные навсегда, по-моему, на Борщаговском сегодня, а в новом месте строятся точно такие же, их, может, тоже бросят. Кто там живет в них, при какой системе, там, для того чтобы… Да, ну, дома, это понятно, что людям надо пристраивать деньги, чтобы деньги работали. Но если у людей не будет денег, чтобы это купить, надо деньги где-то заработать. Чтобы что-то купить, надо что-то продать. Элементарно. А у нас… А большую силу продавать приходится. Ну… А кто ее покупает? Не очень покупают в этой стране. Ну, знаете… Главного счастья арабского, чтобы продать свою рабочую силу и быть при этом, ну, как-то вот довольным. Не всем у нас ждено. Поэтому тот, очевидно, тот проект страны, который выбрал нынешняя власть, это проект, ну, собственно говоря, периферийный. Проект такой полуколониальный, зависимый. Мне, откровенно говоря, такой проект будущего Украины не нравится. Я от него не являюсь… Я жил, и вы жили при Советском Союзе. И мы можем судить… Что-то вспоминается. Да. О плюсах, минусах той системы. Я даже не согласен, когда вы сказали, что периферийной была вот жизнь в Украине, в СССР, ну, скажем, при Щербицком. Ну, такая, знаете, периферия была еще та. Конечно, там подавление, накомыслие какое-то. Ну, как говорят, был… Да. Страшные психушки, что-то еще. 70-80. Допетровский, Петровский и Днепропетровский. Понимаете? Ну, как-то, да. Странно по отношению. Ну, я не представляю себе, чтобы где-нибудь в Брюсселе конголесы захватили власть, и половина правительства состояла из выходцев конголесских племен. Олег, мы чуть-чуть под занавес я всегда предлагаю. Да, вот я что хочу сказать под занавес. Понимаете, вот, да, отношение, чтобы понимали, к чему все это. Потому что, когда нас пытаются лишить прошлого, там, демонизируя, оплевывая его, обычно под вот этот шум крадут будущее. Поэтому деятельность субъектов вроде Ветровича не столь уж безобидна. Ну, я надеюсь, что… Институт исторической памяти. Да. Национальной памяти, да. Ну, я надеюсь, что этот, ну, по хорошей традиции, ну, спустя, там, лет десять он будет день быть в экзиле, писать мемуары «Як мытал, он и вытал, профукал и усе». Это ваш прогноз по Ветровичу. Кое-что люди пишут еще в этой стране, даже издают журналы. Я вот прошлый раз вам когда перехожу к такой минутке «Бурлеска» на нашем вот замечательном эфире с Андреем, потому что я узнал, что он не только полистал журнал, но как-то передал своей супруге. И вот хороший повод поговорить о «Бурлеске», какую-то минуту «Бурлеска», а сейчас «Бурлеска» нам еще предстоит, надеюсь, на этой неделе, о том, что ее-то заинтересовало, и чем она сейчас живет, журналист в вашей семье, бывший. И как-то так выговорить, что раз дали ей почитать, а она как-то отметила, и вот что вы посоветуете в таких журналах толстых, может быть, такой полу-глянец, потому что тут есть серьезные очень темы. Сейчас бы интересно было опубликовать. Ну, относительно глянца, мне все-таки хотелось, чтобы люди находили здесь себя. Не только звезд, но и себя. Там заездки материалов, да, это интересно. Это всегда, ну… А кто для вас сегодня в Украине, все же мы живем-то здесь, и никуда не живем? Нет, дело в том, что у нас полно талантливых людей в стране, хватает. Но, к сожалению, вот эта вот пирамида вот большого базара, перевернувшаяся пирамида, она могильной плитой здесь придавила все живое. И задача вот следующих поколений, ну, которые входят сейчас в структивную жизнь, все-таки этот камешек сдвинуть. Не уезжая никуда, здесь куда-то все шевелять. Да, потому что всегда надо понимать даже, ну, это чужбина. Там, ну, никогда не будете своими. Да, там можно жить комфортно, сытно, но это всегда чужая страна. Возможно, там, да, ваши дети, внуки, возможно, будут чувствовать себя. Вот там никогда не будем братьями мы никому, как вы извините. Да. А здесь это наша земля, это та земля, на которой мы выросли, где похоронены наши деды, родители. И все-таки нормально, где родился, там и пригодился. И вот сегодня замечательно, мы говорили о разных, конечно, людях. Ну, почему бы и нет? Может быть, в Бурлеске, он такой, можно сказать, человек Бурлеска, вот такой есть, он уже деятель, уже и политический. Почему-то я хочу о нем вспомнить напоследок. Об Илья Киви, да? Вот его же дед был героем Советского Союза, да? А вот вы, как человек, который, ну, и мне, во всем очень интересно, всегда была какая-то социалистическая идея и социальное государство, может быть так. Вот когда он возглавил эту партию, что имеется в виду сейчас? Нет, ну, это, во-первых, это пометить территорию, как это делают животные, да, это зафоршмачить идею. Ну, персонаж, про папу которого, по-моему, Каневский снимал, там «Маска смерти» одна из серий, «Следствие юбелир». Ну, там фигурирует Кива из Полтавы тоже. Вот, интересно. Ну, дедушка точно герой СССР был, да? Да. Ну, вот о социализме сегодня говорить долго не будем, но о социальном государстве надо говорить все время, потому что таки хочется, чтобы это государство немножко же оно о своих гражданах как-то вспоминало, а не в каких формах. Нет, ну, дай Бог, чтобы у нас все-таки что-то осталось социального у государства, а государство не превратилось в такой кейс социал-дарвинизму. Спасибо, Андрей. С нами был Андрей Златарев. Продолжаем «Рассляться на Укрлайф» и прощаемся с Андреем, ну, до следующего сезона, надеюсь. До свидания.